МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существует предположение, что опасные игры – это не просто шалость, а сетевой маркетинг в чистом виде. Используя психологическое воздействие, кураторы буквально провоцируют детей на роковой шаг, преследуя при этом свои корыстные цели. Охота за головами. Принцип такой. Существует организатор, есть куратор. Непосредственно сочетается договор на голову, на душу ребенка, где прописывается, что за ребенка, которого довели до суицина, куратор получает 25%. По неподтвержденным данным, сотни детей, увлеченные тематикой китов, пытались свести счеты с жизнью. Они, словно эти гигантские создания, выброшенные на берег, уже не смогли вернуться. Однако далеко не все они начали играть из-за желания покончить с собой. Нам удалось пообщаться со школьницей, которая начала опасную игру из-за банального любопытства. Сначала даются самые простые задания, такие как нарисовать у себя что-нибудь на руке. Потом, через некоторое время, куратор дает задания, которые уже, можно так сказать, более жесткие. Врезать у себя какие-нибудь надписи на руке, резать себе руки. Ну и последнее задание, которое идет, 50-й день, это самоубийство. Я закончил свою игру на задании начать резать руки, так как мне это было не надо. Иной причиной является желание ярко заявить о себе, сделать то, на что другие не могут решиться. И такая погоня за популярностью зачастую приводит к трагедии. Много опасных поступков совершают дети ради рейтинга, набирания наибольшего количества подписчиков. Есть категория подростков, которые увлечены этими опасными играми из-за нехватки все-таки семейного какого-то любви в семье. Имея множество виртуальных друзей в реальной жизни, подростки оказываются совершенно одиноки. Интернет – это всемирная сеть, которую мы часто используем, ну, так сказать, не по назначению. Всякие суицидальные игры – это, ну, не выход. Нужно заходить на более полезные сайты, развиваться. Но также это заставляет задуматься, неужели мы так устали от жизни, что мы решаем покончить жизнь самоубийством. Журналист Анна Воробей провела целое расследование. Ей удалось не только найти в сети детей, которые состоят в опасных сообществах, но и познакомиться с добровольцами, которые занимаются тем, что отговаривают участников игр от суицида. Мне удалось пообщаться с девушкой, которая дошла до 16 уровня. На нее, в свою очередь, меня навел так называемый дельфин. Это волонтеры, которые находят таких ребят по хэштегам известным и пытаются отговорить играть. Она рассказала, что у нее нет близости с родителями, что ее молодой человек погиб. И жизнь перестала иметь какой-то смысл. Но в такой страшный момент рядом с девчонкой никого в принципе не было. Именно проблемы в семье, отсутствие элементарного общения между родителями и детьми психологи считают основной причиной участия в суицидальных играх. Здесь все построено на духовно-нравственных отношениях. То, что мы сейчас, конечно, очень много потеряем. С детства надо заниматься душой ребенка. Не только его там красиво одевать, кормить, но самое главное – это духовный стержень. Если у человека будет духовно крепкий стержень, он никогда не пойдет на этот поступок в суициде. Это самоубийство – это очень тяжкий грех. Выход из смертельного круга – это взаимопонимание и поддержка со стороны родных людей, занятость подростка и наличие реальных, а не виртуальных друзей. Родители, обратите внимание на своего ребенка.